Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и абсолютно неожиданно в субботу утром разработчики выложили вот такую вот рулеточку на Астрон Рекса. Но по большому счету это набор, который вы покупаете за 18700. Почему говорю так? Потому что если вы заберете себе Астрон Рекса на последнем прокруте, на 11, то как бы не казалось здесь типа все дешево, но по факту 11 прокрутов обойдутся вам в 18700. За 18700 вы получаете набор, в котором есть Астрон Рекс, Обвес, Анимированный Аватар, Легендарный Внешний Вид, 2 вида бустеров, ну и 2 миллиона серебром и целых 2000 свободного опыта. Мне кажется это очень дорого, ну реально дорого. Я вообще не вижу смысла крутить рулетку сейчас, когда идет новогодний аукцион. Просто зайди и купи себе машину, которую ты хочешь, по нормальной, приемлемой для тебя цене. И главное, еще и можно взять ее гораздо дешевле, нежели потом продавать ее будут в магазине или ранее уже продавали, пускай даже в голом состоянии. Можно каму потом самому докупить в случае необходимости. Что касается того, чтобы крутить не до конца, как правило мы все целимся на то, что на последних двух прокрутах, если за предыдущие прокруты, сколько бы их не было, машина не выпадает, у вас остается все самое жирное. Ну и в данном случае это будет, понятное дело, внешний вид на машину, ну и сам танк. Таким образом получается, что если вы прокрутите 9 раз и за 9 прокрутов включительно вы забираете себе Астрон Рекс, то вы забираете Астрон Рекс с каким-то набором, да, того, что в комплекте возьмете за предыдущие прокруты, за 11200. Тоже, кстати, дорого. Короче говоря, если говорить вот так вот прям совсем прямо, то желательно, чтобы вам машина выпала из этой рулетки на седьмом прокруте включительно. Ну а вообще я рекомендовал бы, если и играть, то играть не более чем на, там, не знаю, 3 максимум, 4 прокрута, потому что более полутора тысяч голды здесь, в принципе, ничего не стоит, кроме, возможно, вот этого вот обвеса. Вот и все. Все остальное, типа серебра, вы можете нафармить вполне спокойно, бустерами можете разжиться, открывая какие-нибудь контейнеры. Ну и 2000 свободного опыта, согласитесь, тоже не есть проблема собрать. Ну что, давайте пару раз крутанем, чисто посмотреть на возможности, вероятности и шансы. Ну а потом перейдем просто ко мне на основной аккаунт и там Астрон Рекса покатаем, на котором он у меня есть. В принципе, за Астрон Рексом не гоняюсь, поскольку он у меня, как я говорил, присутствует в ангаре. А здесь кручу исключительно для того, чтобы вам показать возможности и вероятности. Ну вот сейчас за 50 золота, за день просмотра рекламы я получил 50 тысяч серебром. Те же самые 50 тысяч серебром я мог получить, просто зайдя в бой на какой-нибудь премиумной восьмерке и два раза не сильно круто победить и забрать те же самые 50 тысяч серых. А возможно и за один бой сделал бы это. Бустеры получаю. Ну тоже, кстати, не думаю, что круто сейчас что-то себе приобрел. 350 золота. Жаба давит, ребят, очень сильно. Только для вас это делаю. Серьезно, если бы делал это на основе и не под запись, то точнее не так. Если бы я это, ну, крутил рулетку без записи, то я бы этого уже и не делал. Ну потому что я не вижу смысла 350 золота отдавать за вот этот типа крутой анимированный аватар. Ну, может кому-то и нравится, но по-моему это не то, за что стоит в нашей игре платить такие бабки. Ладно, дальше крутить не буду однозначно. Однозначно, 750 золота мне пригодятся как-нибудь в следующий раз на что-нибудь более толковое. Ну а сейчас переходим ко мне на основной аккаунт и катаем Астрон Рексом. Что лично я могу сказать про Астрон Рекс? Может быть это, конечно, и не мечта прям каждого танкиста, но все-таки что-то интересное и прикольное в машине действительно присутствует. Вполне себе нормальная подвижность. Что касается брони, да, далеко не самое крутое бронирование, но в целом плюс-минус достаточное. Есть магазин на три снаряда. Время перезарядки снаряда в магазине три с половиной секунды. И постоянно не хватает, вот постоянно не хватает буквально каких-то доль секунды для того, чтобы совершить выстрел тогда, когда тебе это надо. Плюс к тому стоит отметить, что он довольно долгое время перезарядки магазина в целом, ну, многим игрокам будет прям сильно, сильно давить на мозоль, ну и, соответственно, будет доставлять неудобства в бою. Что касается ДПМа, то да, ДПМ здесь не сильно крутой, но это не ДПМный танк. В нем скрыт абсолютно другой смысл. Что касается бронепробития, то в целом терпимо достаточно. Это с учетом того, что у меня установлены калиброванные снаряды. Вставить вентилятор конкретно на данной машине, с учетом того, что это барабанный танк, нет вообще никакого смысла. Есть угол встанения орудия вниз минус 8, который вполне себе комфортный. Ну и средний урон за выстрел практически 300 единиц. Таким образом получается, что с барабана вы можете закидывать порядка 900 единиц урона, ну и потом уходить на перезарядочку на 22 секунды. Время в сведении разброс, заценим в бою. Ну а если вы хотите посмотреть более подробный обзор, честный обзор в стиле моего канала на данную машину, то переходите по ссылке, которую я добавлю в описании. Ну что, берем танк и поехали покатаемся. Ну что, поехали. Что касается подвижности, ребят, то машина посредственная в отношении подвижности, но особо унылой ее не назовешь. Едет, да и едет мне в принципе достаточно. Катаюсь на Астрон Рексе довольно-таки часто. Мне нравится данный танк. Может быть кому-то этого и не понять, но чем-то он мне заходит. Не знаю чем, я даже не могу, ребят, честно, объяснить под какое конкретно настроение данная машина мне заходит и когда конкретно мне интересно данный танк выкатить из ангара. Вот просто как-то листаю ангар, натыкаюсь на Астрон Рекса и как только я его вижу, ну мне хочется взять и поехать именно на нем в бой. Что касается времени сведения. Ну долговатое время сведения, будем говорить откровенно. Что касается точности, точность у машины есть. И при полном сведении абсолютно спокойно вы попадаете в серые зоны своих соперников, которые, соответственно, выцеливают. Так, нет? Ладно. Уходим на перезарядку полностью магазина. Нет смысла дальше пытаться экономить этот снаряд и пытаться все-таки кого-то выцелить. Проще перезарядиться и дождаться, пока они подъедут поближе. Что касается бронирования, то, как вы видели, в башне есть довольно неплохая приведенная броня, которая способствует тому, чтобы, отыгрывая от башни, не получать лещей в лоб. Что касается скорострельности, ну вот, видите, буквально каких-то долей скурты не хватает на то, чтобы можно было выстрелить пораньше ну и, соответственно, нанести урона. Жаль, нас здесь двое. Пытаемся четверых сдержать, из которых пускай и семерка, но все-таки тяж. И я так понимаю, что, скорее всего, нас здесь сейчас продавят. Да. Все, ребят, продавили. Ну и дальше здесь, в принципе, скорее всего, дело закончится просто тем, что я отправлюсь отдыхать в ангар. Сейчас попытаюсь, конечно, сделать чего-нибудь, но, как вы видите, не успеваю. К сожалению, у нас было только двое. Третий как-то умер гораздо раньше, нежели хотелось. Но, короче говоря, вот так вот получилось. Ладно, какой бой есть, такой есть. Вырезать ничего не собираю. Сейчас досмотрим результаты боя, возьмем Астрон Рекса и заедем еще в одну каточку. Ну что ж, друзья. Победа, но для меня это, можно сказать, практически поражение, потому что 800 с копейками единиц урона, это практически ни о чем. И, в принципе, для Астрон Рекса в том числе. При этом все, мы получаем 82 тысячи серебром, потому что у меня есть прем-аккаунт. Ну и что касается моей результативности в разрезе команды, то сюда даже страшно глянуть. Я понимаю, что я совсем там задних пасу, но, возможно, то, что мы вместе с Т26Е4 сдерживали четверых ребят на своем направлении, дало свои позитивные результаты. Наша команда смогла на другом направлении разобраться с оставшимися тремя соперниками, ну и, соответственно, потом уже подкатить и разнести оставшихся четверых. Как сыграли, так сыграли. Ничего не вырезаю, ничего ни от кого не прячу. Какой бой был, такой пусть и будет на обзоре. Я считаю, что это максимально честно по отношению к вам, чтобы вы видели то, как действительно бои проходят на том или ином танке, а не смотрели на самые красивые и феерические победы. Ну что, поехали, попытаемся чуть лучше реализовать. Так, ребят, второй бой. Сейчас попробую сделать чего-то более хорошего, нежели в предыдущем бою, о чем хочется сразу сказать в отношении Астрон Рекса и конкретно мое впечатление о машине и мое предположение, как более, не то чтобы правильно, а более результативно играть на данном танке. Я лично всегда пытаюсь держаться рядом со своими союзниками, хотя бы рядом с одним из союзников. Зачем? Для того, чтобы на время моей перезарядки он поддерживал меня огнем по соперникам, ну и, соответственно, давал мне возможность нормально перезарядиться. Астрон Рекс это один из тех танков, на котором ты однозначно один в поле не воин, сам за себя нормально постоять однозначно не сможешь. Так, ну вроде бы отпугнули. Уже хорошо. И давай, 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 давай. Ну вот, вот это вот опять доля секунды скорости перезарядки снарядов внутри магазина, не дающая возможности выстрелить в нужный тебе момент. Все-таки, если бы хотя бы внутри магазина снаряды перезаряжались там, ну пускай за 3 секунды, да, но больше 3 это уже действительно перебор, хотя бы 3 секундочки, и тогда было бы все гораздо интереснее, все было бы гораздо веселее, ну и, соответственно, результативность машины была бы куда выше. Так, отбрасываю последний снаряд, меня опять окружили, и опять сейчас вынесут в ангар. Ну вот такой вот, вот такой вот он Астрон Рекс, и да, порой он супер крутой и результативный, а порой, ну прям совсем все плохо получается, и бои вот так вот и проходят. Не собираюсь ничего, как я говорил, вырезать, даже проигрышные катки всегда показываю, для того, чтобы вы понимали, стоит ли вам тратить вашу кровную голду на ту или иную машину. Как я говорил, Астрон Рекс периодически хочется выкатить из ангара, не знаю почему, нравится он мне. Да, пускай не всегда супер результативный, но что-то в нем все-таки НДК присутствует. Смотрим на наши результаты в разрезе боя, смотрим на результаты в целом всей команды. Соперники довольно неплохо нас продавили, прогу 46-ю контрить особо некому было, мог я попытаться, но с моим временем перезарядки, понятное дело, что скорее всего мне бы пришел каюк гораздо быстрее, чем проге. Мой результат 1580 единиц на стрела, что касается нашей результативности в разрезе команды, то вот вам результат. Третье место в команде. Да и в целом я бы сказал, что команда не сильно круто отыграла, удивляет особенно результаты, допустим, Акшен Икса, который потенциально может набрасывать очень большой урон за бой, но видать, что-то не так пошло, но и, соответственно, привело к поражению. Вот такой вот он Астрон Рекс, и крутить рулетку, не крутить, решать, безусловно, вам, но мне почему-то кажется, что лучше все-таки воспользоваться новогодним аукционом, и там прикупить себе что-то действительно годное. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин